Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, я Зератул и с вами 25 серия прохождения игры под названием Two Point Hospital. И вне записи ваш стример, как и обещал, допрошел локацию, на которой мы остановились, а именно зашкварено, и я не могу не показать тебе, что я там наделал, поэтому мы туда слетаем буквально на секундочку. В общем, я настолько прикипел на этом уровне к обучению врачей, младших медработников, санитаров и администраторов, что ты сейчас обалдеешь просто, ты сейчас просто обалдеешь. Короче, вот такая у меня в итоге получилась больничка, она всегда выходит в плюс, здесь есть все кабинеты практически, я немножечко тут, ну, не доскупал локации рядом, но это не так важно. И самое-то главное, друг, смотри, теперь я знаю, как надо качать всех врачей, и я их, собственно, так и качаю, вот у меня тут супер-врачи, супер-психиатры, короче, супер-рентгенологи и так далее, и так далее, и тому подобное. В итоге разобрался в процессе, видишь, он тут даже из палаты медсестер и медбратьев обучал, и так далее, и тому подобное. Короче, вообще упоролся по максимуму, видишь у меня какие санитары, какие администраторы, какие у меня здесь медсестры с медбратьями, и какие у меня здесь супер-врачи. Я, короче, сидел и эту локацию прям вообще до талого сидел, там уже вторая звезда почти открылась. Но это нас сейчас не интересует, нас интересует, что правильно, великие пеликаны. Постройте высокотехнологичную больницу, чтобы вылечить многочисленные заболевания, одолевающие горожан. Отправляемся в великие пеликаны. Да, ребятки, скоро закончится наша прекрасная игра под названием Two Point Hospital, и мы будем играть во что-то новое. Больница великих пеликанах. Добро пожаловать, великие пеликаны. В этом центре технических инноваций всегда кипит жизнь, и тут буйным цветом болезни. Здесь действительно стоит построить клинику, однако она не сможет выполнять свои задачи без мощного оборудования. Разумнее всего, бросить все силы на исследование и модернизацию аппаратуры. Модернизировать не менее 15 аппаратов, обучить не менее трех сотрудников квалификации научного исследования уровня 3. Научные исследования уровня 3. Доля излеченных пациентов вылечить не менее 100 пациентов. 300 тысяч дали, два входа, удобное расположение больницы. Идеально. Регистратура. Раз тут два входа, значит здесь будет регистратура. Так погнали, так погнали, значит раз, два, три, переборщил, четыре, пять, да снова переборщил, шесть. Нужно ли больше? Не думаю. Вот так. Далее. Далее, далее, далее. А раз у меня тут вот так, вот так, вот так, вот так. Так, все, шесть администраторов, им каждому по мусорному ведру. По цветочку, стоя с другой стороны. По стойке с журналами. Так, а где она? А нет, стойки с журналами, ну и ладно. Ящик для пожертвований. Мини-батарея, принтер, магнитола, радиоприемник. Давай ящик для пожертвований сделаем. В каждой больничке и вообще в каждой, короче, фигне, где куча народа, должна быть урна для пожертвований. А чё, её как надо ставить? Вот так? А-а-а. Ну, типа раз. А-а-а, так нельзя ставить. Типа два тоже нельзя ставить. Ну, давай, я не знаю, её по бокам поставим. По три. Пусть больше жертвует чё. Так, раз. Два. Три. Принтер, да, нужен принтер. Где-нибудь здесь бы его бы и поставил бы я. Ой, короче, ладно. Не нужен этот принтер. Гонг. Название говорит само за себя. Развлекает. Так, ладно. Делаем вот так. Кабинеты, кабинеты. Так, так, так. А, я забыл. Опять, опять. Опять моя дурная привычка. У меня же все кабинеты уже идеальные, готовые. А чё по температурному режиму, кстати говоря, холодно? Значит, вот это мы продаём. Покупаем батарею. Ставим. Предметы. Шарик. Вот здесь его сейчас поставлю. Вот так вот. Редактировать. Да не тебя я редактировать-то хотел. Вот так. Не очень, да, удобно, по-моему. Вот так. Идеаль. Идеаль, но. Кабинеты, кабинеты. Оптика, оптика. Что-то у меня в разные стороны дверки. Это означает, что кабинет нужно в другое место поставить. Так. Тебя продаём. Батарею большую ставим. Замётано. Найм. Фуфло, фуфло. Придётся тебя нанять. Будешь пока работать временно. Заодно обучишь мне работников. Администратор. Короче, вот это администратор топовый. Вот этого придётся потом уволить. Но он пообучает некоторых. Ты. Был бы топовый, если бы у тебя не было двух починок. Поэтому мы нанимаем вот этого. Врача в общей практике придётся нанять. Но потом уволим. Рентгенолог. Не знаю, нужен. Наверное, не очень. Что ещё нужно? Кабинет. Психиатрии. Всегда нужен. Вот. Чё-чё. А психиатрия нужна незыблемо. Независимо ни от чего. В каждой больнице. Желательно штук пять сразу их делать. Но пока что одна. Дальше. Кабинеты. Комната отдыха. Вот такая. Блин, а тут клеточка остаётся. Неудобно. Ну да ладно. Комната отдыха. Предметы. Кабинеты. Кабинеты. Учебный класс. Однозначно нужен нам. Учебный класс. 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 А у меня, по-моему, кстати, я даже для класса сделал этот себе шаблон. На всякий случай. Да. Даже для класса есть шаблон. Это продаём. Это ставим. Это вот так. Ну и всё. Больница укомплектована и готова к работе. Ускоряем. Предметы. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Так, как я там сделал? Вот так. Вот так. Вот так. Автомат с напитками. Конечно же, да. Автомат с энергетиками. Да. Автомат с лёгкими закусками. Да. С солёными закусками. Да. С элитными закусками. Да. Урну. Да. Так. Что нам нужно ещё? Газетный киоск. Ну, было бы неплохо на самом деле. И уютный павильончик я бы ещё впихнул бы вот сюда бы. Так. Ну, вот он так не впихивается, а вот так впихивается. Значит, вот так. Вот так. Мусорничек бы добавить бы надо. Ладно уж. Питьевые фонтаны обязательно нужны. Без них вообще никуда. Вот тебе. Раз фонтан. Два фонтан. Три фонтан. Я не знаю. Четыре. Пять. Миллион, короче, фонтанов. Тепло. Уютно. Прекрасно. Найм. Психолога нет. Печально. Диагноста нет. Печально. Нормального администратора нет. Тоже хороший санитар. Нанимаем. Кстати, о санитарах. Те санитары у нас одеваются наклузами. Отлично. Ты у нас обязанности приняты. Не так. Вот так. Вот так. Должности. Ты у нас врач общей практики. Найм кабинеты, сотрудники, младшие работники. Ты в аптеке у меня работать будешь. Вот так. Дальше что? Администраторов нужно побольше. Побольше. Так. Сотрудники. У меня есть здесь чувак, который может обучать. Диагностика мне не нужна. Исследователь второго левела. Блин, придется его купить. Придется его купить, чтобы он был у нас этим сенсеем. Сенсей-исследователь. Дальше. Психолог нужен. Нет врача, уже шестеро в очереди. Так. Младшие медработники. Администраторы. Санитар. О, идеальный санитар. Больница не окупается. Но еще оба она окупалась. Нужен психолог, ребятки. Попался. Который кусался. Ты занимаешься психологией. Ты ничем не занимаешься, ты бомж. Мне нужно, походу, нанять вот этого чувака и вот это. Вот этого нужно будет нанять. Стюхо. Чш. Кша. Надеюсь, это не повлияет на эту самую, господи, прости, как ее зовут. На ютубовскую проверку. Будильничек задвенел, ребятки. Пора стримеру делишки делать. Так, просвети-то. Нет у меня. Выписать. Принять. Нанять. Я кого-то хотел нанять, я его нанял? А, я его нанял, да. Я его нанял. Так, чувак с терапией. Это у нас чувак для каких-нибудь кабинетов ненужных. Тебя наймем пока. Ты. Запас. Должности. Ничего не делаешь ты. Отлично. Дальше. Я нанял кого-то. Вот, ты. Сенсей палата. Так, нормально, нормально. Потихонечку, потихонечку живем, потихонечку развиваемся. Так. Что у нас тут дальше идет? 110 тысяч. Нам бы побольше, конечно, побольше. И администраторов надо побольше. Но их надо обучать сейчас будет, походу. Младший медработник. Палата уровня 2. У-у-у-у. И плохо бы тебя бы заиметь. Я могу кикнуть. Выносливость. Исследователь. Идеально. Это наш исследователь. Должности. Исследователь. Делаешь исследование. Исследователь 1. Дальше. В Элдреморде в аптеку. 87 направить на лечение. Визит репортера. Да. Обзор правила 80. Предупреждение о длине очереди. Вот это вот так. Это вот так. Это сворачиваем пока. Процедурное. Выписать. Это пока вот так. Дальше. Делаем паузу. Сотрудник. Ты видишь, я уже какой прошаренный. Я уже все знаю. Так. Вот тебя надо обучить бы. Так. Ты временный. Да, чувак? Ага. То есть мне нужно сейчас. Нанять тех, кого я буду обучать. Я правильно понимаю? Да. Мне нужно нанять тех, кого я буду обучать. Вот этого надо. Да что такое за день-то? А вот этого. Вот этого. Надо обучить. Вот этого надо обучить. Чему? Починки. Починки или выносливости. Ага. Вот это хорошее админи... А, это тот, который у меня есть. Получается, мне нужно что? Мне нужно врача обучать общей практике. Так что ли? И младших медработников мне нужно. Вот такой младший медработник не нужен. Администраторы пускай будут. Такой не нужен. Вот этого можно взять. Теперь поехали по сотрудникам. Значит, смотри. Ты. Санитар 1. Санитар 1. Санитар 1. Ты. Санитар 3. Санитар 4. Это хороший санитар, у которых есть нужные перки, у которых ничего не повторяется. Идеальный санитар, ребятки, это санитар, у которого мотивация, выносливость, починка, ловли призраков и механика. Вот такой санитар идеальный. Идеальный администратор это тот, у которого мотивация, работа с клиентами первого и второго уровня, но тут у него нет, выносливость и эмоциональный интеллект. И тогда здесь забивается. Маркетинг не нужен вообще, потому что маркетинг нужен только для одного кабинета, и я им не пользуюсь. Врач. Идеальный врач практики это врач, который умеет, имеет перк уход за больными и имеет 4 перка общей практики. Это идеальный врач общей практики. Врачи для кабинетов по типу декастрультивизма и так далее, им нужно качать. Знаешь что? Опять же, уход за больными и терапию. Я понял, куда нужна терапия, ребят. Вот. Это первое. Второе. Нам нужен еще один кабинет общей практики, чтобы у меня... Это самое. Врачи... Чтобы у меня врачи были обучены всякой шляпе. Так. И теперь... Теперь. Мы берем и... И, и, и... Тебя делаем временно-временно. Врачом общей практики, чтобы ты набрался опыта и я тебе вкорячил перк. Дальше. Пока у нас свободна комната для обучения, нам нужно нанять младших медработников или врачей. Вот. Тебя мне нужно нанять. Ты у нас будешь соником. Обязанность твоя. Общая практика. Общая практика. Один. Ему мы сейчас вкачаем перк уход за больными. Обучение. Под за больными. Медсестра. Вот это. Врач. Вот это. Дальше. Сотрудники. Ты-то у меня в итоге кто? Сенсей. Сенсей. Аптекарь и уход за больными. Забольные. Ну и окей. Так. А врачи? С младшими медработниками разобрались. У меня нет младших медработников, которые могут что-либо делать. С администраторами тоже разберемся позже. По врачам. Сенсей и следователь. Ты. Сенсей-психиатр. Сенсей-психиатр. Так. Ты. Плохой. Общая практика. Общая практика. Исследователь. Запас. Все. Идеально. Ускоряем. Что за дома? Вот зачем так делать? Можно купить их, чтобы они не мешались? Ну, я. А вообще, что по участкам? А, по участкам. Нормально. Можно, наверное, вот эти покупать. 55 тысяч. Не шиша себе. Так, процедурные. Выписать. У меня нет туалета. Держи в курсе. У меня нет туалета. Ну, это, конечно, забавно. Я думаю, нам стоит кардинально поменять все. Ну, вот это мы оставим так, допустим. Кабинеты, я думаю, мы немножко повернем. Кабинеты мы немножко повернем. Да, мы немножко повернем кабинеты, знаешь как. Ладно, потом. Все это потом. Капанайм. Есть еще один исследователь. А у меня квест как звучит? Обучить не менее трех сотрудников квалификации научное исследование 2. Пауза. Врач общей практики нашелся. Найм. Так вот получается. Ты. Общая практика. Ты. Исследователь. Ты. Общая практика. Два. Два. Исследователь. Два. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Так, на секундочку я отвлекусь и вернусь к тебе. А вот я и вернулся, собственно. Так, запись идет, звук идет, все идет. Продолжаем. Продолжаем. Выписать. Великий комбинат. Да боже, сколько трясется аж. Аж трясется. А что в итоге по кабинетам-то? И что в итоге вообще происходит у нас тут? В итоге, в итоге, в итоге хочется... Хочется новую локацию, но да ладно. Так, процедурная. Нет процедурной. Так, а что у нас тут, кстати говоря? Ладно. Так. Психологи нужны. О, чувак для палаты. Требуются палаты. 90 тысяч. 55 тысяч. 80 тысяч. Ничего себе. Пройден курс. Хорошо. Общественное мнение. Немного хвалили. Ах, сотрудники. Врачи. Ты у меня плохой врач. Ты у меня вообще запасной. Не пойми, зачем тебя я нанял. Кого там можно еще нанять? Ну вот чувака в палаты. Палата. Один. Нормально. О, санитара можно, кстати, обучить. Ему не хватает механики. Пообучим его механике. Что по найму? Что по врачам? Исследователь. Идеально. Какого там уже я исследователя-то нанимаю, ребят? Я уже забыл. Третьего. Нет, это исследователь-2. А вот исследователь-3. 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 Это значится вот так. Отлично. Плохая общая практика. Общая практика раз. Общая практика два. Раз у меня есть... А что там плохая общая практика? У него терапия есть. А терапии у меня ни у кого больше нет. Придется его оставить, получается. Сенсей терапия. Сенсей терапия. Да боже, что там происходит? Выписать. Принять. Выписать. Мне нужно больше пациентов, больше денег. И вот это вот все. Дальше. Предметы. Скамейки. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Один курс механика. Так, найм. Блин, если бы вот у нее не было бы. Вот этого дурацкого. Вот этого надо нанять. Общая практика два. Хороший администратор. Кстати, забыл, что все администраторы. Надо их переодеть, короче. Они должны ходить в выбор Годрика. Так. Вот тут врач общей практики 2-го левела, ребятки. Сенсей общей практики. Ничего не делаешь. Я раздарюсь на этих врачах. Ну, что поделать. Сотрудники. Больница в долгах. Переломная. Что-то у меня, по-моему, все не по плану идет. Я в итоге из-за того, что пытаюсь научить с самого начала их. В итоге у меня вообще как-то не так идет. Хотя психолог может нас сейчас вытащит. Нанять, что ли, этого психолога? Процедурная нужна. Но психолог нас тащит пока. Психолог нас пока вытягивает. Вот я говорил, что психология это самый важный кабинет. Что-то психология это самый важный кабинет. Ну, все, короче. С санитарами мы закончили. Больше санитаров мы не нанимаем. Администраторов мы наймем больше. Дальше нам нужно дождаться, когда у нас будут деньги, чтобы купить участок. Такое ощущение, что я запорол уже уровень, потому что слишком много денег потратил. Да, такие есть. Очень похоже на то, что я запорол уровень. Нужны еще кабинеты психиатрии. Нужен еще один участок. Нужна палата. Как же быть, как же поступить? Процедурная. Процедурная. Мальница не окупается. А займ я могу взять только маленький. Ммм. Ммм. Я не окупаюсь, реально. Ну, ладно, будем сейчас как-то вытягивать эту больничку. Так, значится, значится. Исследователь 1. Будешь... Не понял. Доступные обучаемые. Вот, исследователь 3. Исследователь 1. Должны обучиться научным исследованиям уровня 2 у сенсея-исследователя. После чего сенсей-исследователь увольняется. Сенсей-исследователь увольняется сразу, как только я обучаю этих двоих. И это будет наша первая экономия денег. Займ пока мы не будем занимать, потому что не хочу совсем в полный кризис свою больничку ввести. Но психолог нам явно нужен еще один. Еще один явно нужен психолог. Это первое. Второе. Врачей общей практики будет больше. Это однозначно. Туалета нет. Это печально. Да, все хотят в туалет и писаются прямо на полу. Упс. Просто ужасно. Так, найм врачей. Не нужен, не нужен. Вот так вот. Так, 8 репутации. Психолог нужен, ребятки. Почему меню трясется, кто-нибудь знает. Так, задание. Привлекательность больницы. Так, общая практика получает повышение. Хорошо. Исследователи у меня тут обучились. Исследования уровня 2 обучились. Теперь вот себя, сенсей-исследователь. Мы увольняем в этот момент. Отлично. Психолог появился второй. Придется его нанять потом. Так. Сотрудники. Врачи. У меня есть. Есть, есть, есть. Общая практика 1. А что ты тут, кстати, делаешь, исследователь? Что у меня вообще по обязанности? Ну-ка, подожди. Общая практика 1. Работает общая практика. Ты исследователь. Ты исследуешь. Ты запас. Ты общая практика 3, получается. А не 2. Так, вот. Общая практика 3. Общая практика 1. Подожди, запутался. А, нет. Все-таки 2. Итого. Итого. Общая практика 1. Нужно обучить общей практике самой. Сенсей терапии займется этим вопросом. В это время, в это время. Сенсей психиатр у нас работает психиатром. Сенсей общей практики может поработать немножко в общей практике. Сенсей терапии нигде не работает. Исследователь 3 пока нигде не работает. Исследователь 1 нигде не работает. Исследователь 2 нигде не работает. Общая практика 2 работает. Запас не работает. Так, нормально, диагностика Выписать, выписать, выписать Окей, окей Психиатра-то я нанял В итоге или что, я ее запарил Минус 140 тысяч Ребятки, у меня тут капитальные Просадки, я бы сказал Тут уже и... Блин, ну что, стартовать Заново? Я неправильно начал, 140 тысяч Я уже не вытяну Ну, 18 человек У меня ждут психолога, как тут вытянешь Нет, ребят, давайте начать Уровень заново, эта серия Получится долгая, потому что я запорол Я запорол То есть, надо не спешить их обучать Я понял, ставим на паузу Предметы Поставили Дальше Вот так, да? По-моему, да Ага, хрен там плавал С другой стороны нормально Вот так Раз принтер, два принтер, три принтер Четыре принтер Ящик для пожертвований Вот так Проход сзади Делаем Мусорничку Раз Два Три Растение раз Растение два Вот так Кабинеты Общая практика Сразу делаем Иначе Значит, смотри Это три Раз, два, три Раз Сейчас поймешь Сейчас поймешь, что я делаю Да, эта серия получится дольше Сорян Запорол первое прохождение Нужно поделать Как не то Бывает Бывает и такое, да Так Габинет Облом Психиатрия Раз Два Найм Иатр Пока что, короче, тогда не спешим Не спешим с работниками Но вот тебя разве что наимем Ты не нужен Администратор Хороший Санитар По-моему, им не нужен эмоциональный интеллект, да Раз Два Три Четыре Подожди Починка Раз Перк Механика Два Перк Курс выносливости Три Перк Ловля Духов Четыре Перк Мотивация Пять Перк Да, вот это плохой санитар Это можно кикать Нанимаем Вот такого Все санитары У меня В красном Применить Ко всем санитарам Вы все В синей одежде Вы все Вот в этой одежде Кабинеты Шаблоны Палату я случаем Не делал Нет Класс Однозначно Нужен Кабинеты Шаблоны Отдых Комната Вот Комната Отдыха Декорик Блин Он не убирается Роль Жаль Что не убирается Но пока что мы делаем Вот так Дальше Кабинеты Палата Вот так Это будет Вход Это будет Вот так Это будет Раз Переодевалки Нужно Две А лучше Даже Три Теперь Вот койки Пошли Раз Два Три Четыре Четыре Пять Койка Раз Койка Два Койка Три А что здесь Койка не выбирается Типа А там куда то не подойти будет Ну и ладно Мусорничка есть Мусорничка есть Батарея есть А еще батарею Две батареи Палата Обустроили Погнали Найм Администраторы Вакстерапии Из палаты Вот эту кстати Мы не нанимали А надо было бы Найм Врачи Бесполезен Пока что Обучать никого Ничему не будем Сотрудники У меня Есть Вот ты Нет врач Вот ты Значит Плохой Психиатр Должности Вот так Ты Общая практика Один Практика Один Один Да что ты так далеко Поставил Младший Медработник У меня Аптеку Я не построил Аптеку Я не построил Аптеку Аптеку Я не построил Я не построил Аптеку Плохой аптекарь Так, ты Работаешь в палате Вот так, один Администратор один Да Администратор один Так Унитар пускай будет Плохой психиатр Общая практика Всё, мы укомплектованы Ускоряем процесс Ставим вот эти штуки Это вот так 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 Дальше что я хочу уютный павильон газетный киоск было бы неплохо бы но нет а где у меня есть вот вот окс с этими штучками желаемо его поставим мы переглиним что не ставится хочешь сказать ну вот так получается еда есть деньги есть сотрудники есть диагнозы ставится врачи нанимаются аптекарь появился уход за больными у меня есть у кого-нибудь уход за больными нет чувака придется нанять походу из-за одного единственного перка так вот и хороший санитар один администраторов пока нет неужели мне его из-за одной из-за одного перка нанимать сейчас посмотрим что здесь будет сэнсэй уход за больными должность убираем ты тоника переодеваешься ты переодеваешься диагностика лечение не сейчас не сейчас окей обзор правило 80 процедурное выписать дальше найм врач давай хорошего нехороший чувак о младший медработник с терапией и мотивацией однако терапия и мотивация это все не так важно с другой стороны можно научить терапии будет врачей всяких левых но у меня их пока нет давай не будем повторять ошибок давай будем сейчас нанимать только тех кто нужен например нужен еще один психолог потому что один не справится вот это я тебе точно скажу блин а нанимаются какие-то исследователи парашние хотя может зря я их кику потому что они же мне нужны там по квесту так модернизировать 15 аппаратов плохой психиатр окей так скроменькие так 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Ну, вроде все нормально, да? Туалета только нет. Ну, как бы... Что делать? Туалет не убирается, ребят. Никак вообще. Вообще никак не убирается туалет. Или таки уж сделать их. Ну, у меня целый слот кабинета займется. Можно было вот тут как-то сделать туалет. Но нужен был бы тогда пароход. Три на четыре. Три на три. Вместо класса, может быть, потом как-нибудь поставить. Не знаю, короче, сделаем временный туалет. Но он как бы реально будет временный, потому что я его потом поудаляю. Мне не нужно, чтобы у меня здесь было что-то лишнее. Так. Раковина. Сушилка. Туалет. Выписать. Деньги пока в минус не уходят кредитно. Как могли бы уходить. Психолога может? Блин. Ну, как бы вот он тебе, пожалуйста, психолог и врач общей практики. Да? Бери, нанимай и обучай. Что по сотрудникам теперь у меня в итоге? Врачи. Обязанности. Ты у нас учишь уходу за больными. Значит, тогда получается... Плохой аптекарь. Шляпа какая-то получается. У меня нет аптекарь нормального. Ну, так найми, да? Хочется сказать. Ты куда пошла? Пекарь. Должности. Обучить тебя нужно в фармакологии. Плохой аптекарь тебя обучит в фармакологии. Так. Выписать. Синайм. Администратор. Хороший администратор. Ой, администратор. Сейчас сблюю с этого меню. Общая практика-то у меня. Что там? Вообще нет, да, перков? Придется тебя нанять. Сенсей все подряд. Ой, нет, занят. Я и забыл, что он у меня один в этой больнице пока что. Так. Все, пять тысяч. Не будем торопиться пока. Подготовим персонал для начала. Так, процедурные нужно выписать. Так, сотрудники. В итоге. Младший медработник. Плохой аптекарь-то мне нужен? Нужен, но лишь для того, чтобы обучить палату, да? Аптекарь сейчас пойдет работать. Палата. Палатик учу народа. Его особо и не отпустишь, да? Сенсей все подряд. Обучи мне тогда. Обучи мне тогда. Уходу за больными. Врача общей практики один. Вот так. Дальше. Серость нет. Общественное мнение пока пофигу. Мы уходим чутка в минус постепенно. Шесть человек в очереди. Врачей нет в общей практике. Так, должности. Сенсей все подряд пойдет. Подработает немножко, видимо, сейчас. Найм. Врачи. Уход за больными есть. Похоже, ты врач общей практики номер два. Общая практика. Два. Должности. Тоник. Выписать. Так, потихоньку. Сейчас разгребаем. Разгребаем потихоньку. И в минус сильный не уходим, надеюсь. Сто шесть сколько снимут? Я думаю, снимут тысяч тридцать. Сейчас будет семьдесят, наверное, да? Даже меньше. Двадцать. Но это хорошо. Это хорошо, потому что мы сейчас покикаем ненужных нам докторов. Уход за больными готово. Итого. У меня два врача ухода за больными. Получается, сенсей уход за больными более нам не нужен. Правильно? Правильно. Тебя обучаем общей практике. У сенсея все подряд. Окей. Выписать. Сотрудники. Младшие медработники. Чувака из палаты мы обучим чуть позже. Нанять кого-нибудь можем? Врача какого-нибудь блатного? Психиатра, походу, придется сейчас нам обучать. Тут я что-то не вижу нормально. Тикаем всех. Ты не нужен. Ты интересный. Ты не нужен. Ты не нужен. Ты не нужен. Ты не нужен. Психиатра придется сейчас, походу, обучать нам, ребят. Сколько времени уже? Уже час. Боже, как эта игра затягивает. Прям вообще засасывает. Сядешь и не встанешь потом. Не отпустит эта игра тебя. Сейчас подождем. Может быть здесь будет психиатр с одним перком. Понятненько, понятненько, понятненько. Психиатр. Ты у нас будешь психиатром. Костюмчики Эми. Так, открываем какую-то шляпу. Так, получили награду, выписали из переломной. Врачи. Теперь тебя надо в общей практике обучать. Но ты пока подождешь. В это время мы сейчас с помощью... А зачем мне... А, потому что мне нужно, чтобы кто-то работал. Ну да. Так. Психиатрия. Сенсей все подряд. Обучай. Пока что мы держимся на 100 тысячах. Это значит, что я все делаю правильно, ребят. Пока мы не уходим в сильный минус, я все делаю правильно. Больница выглядит, конечно, криво и как-то... Непрофессионально, но мы это пофиксим со временем, ребятки. Чувака бы еще бы в палате обучить бы. Так, тут, кстати, ничего интересного. Хороший санитар, но санитаров мы больше не занимаем. Доктор, психиатрия, пожалуйста. Хотя... Так. Потому что врачи-то все какие бесполезные. Ну, серьезно, ну шо это за параша. Так. Потом мне общая практика 2 нужно будет обучить общей практике 1. 1. Хе-хе. Окей. Декоструктивизм подождет. И нужно кабинет психиатрии. Еще 1 явно. Кабинет психиатрии. Еще 1. Еще 1. Так. Ты психиатр. Должность у тебя психиатр. Ты работаешь психиатром. Ты, значит, плохой психиатр, но ты работаешь психиатром. Теперь тебя мы обучаем общей практике с помощью сенсея все подряд. Так. Умиление выписать. Сплин прибыли. А че они так толкаются в одном месте тут? Че-то нехорошо как-то получается. Потом, может быть, расширю проход здесь. Рентгенолог не нужен. Вот этот не нужен. Это плевать. Блин, вот эта шляпа не нужна. Это точно не нужно. Вот это хороший... Блин, вот эта шляпа не нужна. Принять, выписать. Но психиатры у меня потихонечку работают. Потихонечку шпарят. Две терапии. Пустой врач. Печально. Кого мы можем пообучать сейчас? Ну вот чувака из палаты мы можем обучить палате. Можем обучить палате деконструктивизм. Визит министра здравоохранения. Найм. Вообще, по-хорошему, наверное, терапия-то мне нужна. Ну-ка, давай-ка поставим на паузу. Че у меня... По перкам. У врачей есть терапия? Нет. У этих тоже нет. Этот может обучить... Давай мы, знаешь, что с тобой сделаем? Наймем тебя. Сенсей терапии. Ничего ты делать не будешь у меня. В костюме Тейлза побегаешь. Дальше мы наймем чувака для диагностики. Что-ли? Диагност. Тихо. Диагност. И тебе сейчас кабинет поставим. Ускоряемся. Так, вот уже получше. Кабинеты криво стоят пока. Ну, что поделать? Что поделать? Так. Сотрудники в итоге. В итоге. В итоге, в итоге. Диагноста. Нужно обучить диагностике. И уходу за больными, наверное, потом. Я хочу уволить просто плохого аптекаря. Я хочу, чтобы он не обучил сотрудников. И дальше я его уволю. Так, пускай он там сейчас всех обучит. Кабинеты найм. Врачи. Ничего интересного. Убираем, убираем. Что, психолог и следователь? Это у меня откуда такой? А, это который плохой. Я понял. Я понял. Умиление. Процедурное. Что, по перкам? Сто пациентов. Пятнадцать аппаратов модернизировать. Так, репутацию немножко подняли. Нам нужно расширяться, ребятки. Нам нужны новые отделения больнички. И это уже прям видно невооруженным глазом. Диагностика. Так, теперь, младшие медработники. Ты мне обучить еще должен чувака из палаты и чувака для процедурки. Чувака из палаты обучить палате. Плохой аптекарь тебя обучит. И дальше мы плохого аптекаря кикаем к черту. Потому что он сосет из меня деньги, но ничего не делает. Так, врачи. Сенсей все подряд в итоге мне нужен. Нет. По факту. Он может врачей общей практике обучать. Плохой психиатр может обучать. То есть мне нужны врачи, да? Мне нужны пустые врачи причем. Пустые врачи. Для общей практики и для исследований. Значит, ты будешь исследователь. Исследователь. Один. Должности. Вот так. Окей. Выписать, выписать. Палаты обучены сейчас будут. И это означает, что мы можем распрощаться с плохим аптекарем. Если только не хотим чувака с процедуркой сделать. Нужен ли мне чувак с процедурным кабинетом? Давай пустого медработника сейчас наймем. Процедурная. Процедурная. Аптекарь получил повышение. Аптекарю я забыл, что надо качать. По-моему, терапию. А, у меня занят. Пола. Пола занята. Так. Так, так, так. Сейчас все будет нормально, ребятки. Сейчас всех прокачаем. Сейчас всех сделаем мега крутыми. Процедурный кабинет нужен. Нужно новое место. Я думаю, мы сейчас купим какую-нибудь локацию. Но, блин, вот локация 90 тысяч стоит. 90 тысяч. Да. Так, врачи. Психиатр с двумя перками. Нужно ей уход за больными вкорячить. И психиатрию какого-то крутого левела. Так, переломная. Высокое разрешение. Психиатра надо еще нанять. Так, все. Все, все. Ты научил всему, чему мог научить. Вали. Дальше, 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 дальше. Сенсей терапии нужен в аптеке, по-моему, да, ведь? Нету никаких больше бонусов для аптекарей. Да. Тогда мы аптекарю качаем уход за больными. И дальше аптекаря качаем в терапию. Мне нужен кабинет процедурный, блин. Пауза. У меня есть шаблон процедурного? Нету. Так, три на три. Дверь вот так. Это 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 вот так сохранить шаблон процедурная окей сотрудники ваши медработники обязанности ты у нас диагност ты у нас ничего не делаешь и пофигу на тебя ты у нас аптекарь ты у нас в палате ты у нас в процедурной пока что все просто идеально переломная не нужна переломная дальше из палаты чувака нужно чему-то научить диагноз то нужно тоже чему-то научить давай мы будем его учить диагностике тогда до 5 левела догоним диагностику ему пусть он диагностирует по полной тогда или можем четыре уровня диагностики один уровень рентгенологии потом общую диагностику берем и сделаем мега-скан да наверное это будет даже оправдан так клиника высокого разрешения не нужно переломная не нужно нужен займу нет не нужен займ так психиатр один исследователь 1 мне нужно чтобы вы обучили чувака у меня занят кабинет да ёшкинка как же долго как же сложно пять дней ждем пять дней а тем временем уже серия перевалила за час юлимся в неудобных маленьких комнатушках надо конечно будет нам расширять больнишку так мумиление ну чё тупо ждем ребята чё больше нечего делать ждем когда у нас обучится уходу за больными мы стали уходить в минус мне это не нравится прям в сильный минус я бы сказал это наверное потому что у меня чувак чему-то обучается да или чё происходит не знаю что происходит ладно пофигу 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 нужно нам психолога вот обучить их в 1 и плохого психолога давай мы тебя сделаем психиатром психиатра 2 и давай мы тебя обучим психиатрии и обучить от сенсей все подряд и после этого то мы можем сделать мы можем врача плохого психиатра кикнуть оставить лишь сенсея все подряд и все это будет нормально как по мне можно его уже кикнуть чтобы я не забыл но он просто пока что работает но там так мало пациентов давай мы его реально уволим потом так санитар мумиление декоративизма плохой психиатр уволить сотрудники психиатр 2 так тихо 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 не торопимся не торопимся не торопимся ставим на паузу сори ребятки отвлекся на звоночек сейчас уже поговорил немножко отвлекся в целом от игры но Ну, давайте возвращаться. Значится, значится, ускоряем процесс. Клиника высокого разрешения нам не нужна. На чем я тут закончил? А, я психиолога, вернее, психиатра обучаю. Это хорошо, это хорошо, это хорошо, это просто прелестно. Денег у нас пока маловато, ну а что поделать? Психиатр сейчас появится. Можно нанять, в принципе... По врачам тут все у нас печально. Можно нанять тех, кого я буду обучать для главной миссии. Вот это вот. Но это что-то нужно запариться. Надо нам, наверное, накопить денег и купить еще участок. Вот этот небольшой, за 55. И надо постараться... Но если не всю локацию пройти за это видео, то хотя бы большую ее часть. Поэтому мы сейчас будем здесь сидеть до тала. Вот так, очки исследования. Опять у меня что-то здесь глючит с менюшкой. Так-так-так-так-так-так-так. Клиника высокого разрешения. Так, запись-то у меня пошла. Пошла вроде бы. Так, директор конкурирующей компании Бангл Технологии скоро посетит нашу больницу. Найм, найм, найм. Ну, вот такой врач мне не нужен, откровенно говоря. Медсестра с терапией. А что у меня, кстати, по сотрудникам? У меня вроде бы там курс закончился, да? В итоге, врачи, психиатр 1 работает. Психиатр 2, должности, работает. Дальше, общая практика 2 работает. Общая практика 1 работает. В итоге мне нужно нанять исследователя. Я обучу исследователя, и сенсей все подряд можно будет уволить. Найм, врачи, нанимаем. Ты будешь исследователь. Так, исследователь 1. Обучить. Научные исследования. Сенсей все подряд. Начать обучение. Так, декастративизма, переломная цветотерапия. Денег пока маловато, ну а что поделать? Придется нам немножечко подужаться. Лаборатории пикселизма нет, нам не нужно. Переломная не нужна. Нужно накопить денежку. Нужно накопить денежку и выйти из этого кризиса. Дальше. Младшие работники у меня. Медработники, которые... Их бы неплохо обучить бы. Вот, например, аптекарь неплохо бы научить терапии. Да и процедурный кабинет. Тоже бы неплохо бы терапии научить. И чувака из палаты неплохо бы обучить. Но на это нет денег. Так, выписать. Окей. А, я вообще в минус ухожу. Подожди. У меня было 40, стало 25. То есть я ухожу в минус. То есть мне вообще сейчас получается ничего нельзя делать. У-у-у. Как тяжело-то, ребятки. Как тяжело, что в этой локации прям совсем сурово. Совсем сурово, совсем сурово. Но это, по сути, предпоследняя локация. А у меня что, здесь нет батареи? Серьезно, у меня нет батареи там. У меня оказывается здесь не было батареи все это время. Переломные. Нужны какие-то кабинеты простенькие. Сотетерапия. Выписать. Вот переломные часто вижу. Неплохо бы ее построить. Но мне ее негде строить. Так, исследователь готов. Это означает, что мы можем сенсея все подряд кикнуть. Он нам больше не нужен. Уволить. Сенсей все подряд уволен. Теперь сотрудники. Исследователь готов. Исследователь готов. В общей практике два врача есть. И теперь мне, по сути, нужно только ждать, когда аптекарь и процедурная прокачаются. И я им качу, короче, терапию. Еще было бы неплохо найти бы кого-нибудь, у кого есть халявная диагностика. Ну, то есть, кого-то нанять с диагностикой уровня 2. Но таковых я не вижу. Вижу вот терапию, вижу палату. Это не то, что мне нужно. Тоже не то, что мне... Хотя... Хотя... Это, между прочим, очень хороший... Ну ладно, пока не будем нанимать. Нет на него денег. Так, повысить, выписать, выписать. Получает повышение у меня кто-то. Врач общей практики 2. А вот они вдвоем готовы что-нибудь изучить. Их бы обоих обучить бы общей практике. Но у меня тогда больница встанет, в принципе. Она перестанет работать. Может быть, все-таки сделать займ? Какой я могу взять займ? Я могу сделать большой займ. Давай в конце месяца, когда у меня будет больше всего денег, я сделаю большой-пребольшой займ. И куплю участочек. И эту больницу заново переустановлю. Потому что тут пока что все кривенько. Можно к этому моменту подготовить врачей, кстати говоря. Можно нанять кого-нибудь. Вот Стива Поппинса. Должность. Так, ты у меня врач общей практики будешь. Паузу я пока поставлю. Исследователь у нас только исследует. А Стив Поппинс будет общая практика 3. И нам нужно его прямо сейчас бежать обучать. К чему? Давай, наверное, сначала уходу за больными. Дэм. И пусть у нас один врач общей практики этим займется. И если я хочу несколько сделать. Давай мы два кабинета сделаем. Два кабинета сделаем. Так. Общая практика 4. Тоник обязанностей. Обязанности мы ему сделаем только общая практика. И теперь общая практика 3 и 4 у меня будут обучаться. Обучаться, обучаться и еще раз обучаться. Так. Учиться, учиться. Еще раз учиться. Где? Уход за больными. Вот им обоим. Значит, их обучит общая практика 2. А учить будет с общей практикой 3 и 4. Можно еще психиатра бахнуть сюда. Да и чувака с палаты неплохо было бы. Давай психиатра. И вот этого чувака обучим. Все. Погнали. Мы сейчас будем все. Я научил как бы часть врачей самым базовым вещам. Теперь они сами друг друга тут переобучат. И это прекрасно. Вот это очень хороший диагноз. Очень хороший диагноз. А у меня какой здесь диагноз? Так. Миление выписать. Не сейчас выписать. Вот сотрудники. У меня диагноз. А. Так у меня диагноз. Медработник. Медработник. А там-то врач. И для мегасканера-то нужен не медработник, а врач. Получается, это очень крутой врач. Получается, мы его нанимаем. Нанимаем. И пишем ему мегасканер. И пишем ему мегасканер. Вот так. Он у нас чисто на мегасканере будет работать. Уж больно он хороший. И мы ему диагностику впаяем. А медработника младшего-то мы покикаем. Я же ничего не путаю, да? Кабинеты. Мегасканер. Сотрудники. Врач с квалификацией рентгенологии. Да, все правильно. Соответственно, мы сейчас что должны сделать? Может, как-то его одеть по-особенному? Мой прикид будет у него. Так, это у меня психологи, это санитары, это сэнсэи, а это общая практика. Все. Блин, я месяц пропустил, я же займ хотел сделать. Ну ладно, давай пока не будем делать займ. Давай пока дождемся, когда у меня обучатся все мои сотрудники уходу за больными. Потому что пока что нет наплыва пациентов. Это очень даже я неплохое время выбрал, получается. А что, кстати, касательно времени? Касательно времени, серия-то уже должна бы по-хорошему подходить к концу. Но мы-то стартовали заново, и тут такая игра, что из нее не вылезешь. Поэтому давай еще немножко посидим. Давай еще немножко посидим и помотаем время. Помотаем время. Дождемся, когда они обучатся. Минус 21 тысяча. Вот это уже нехорошо. А это все почему? Это все потому, что я четверых отправил на обучение сразу. Видите, сразу в минус ушли. И хорошо, что я не стал займ брать прямо сейчас. Иначе мы могли бы и не окупиться. Нужно, чтобы они быстрее уже научились вот этой вот шляпе. Сидят тут вон у меня. А ты кто у меня такой? Из палаты чувака. А, у меня же в палате медсестры нет. Тут очередь точно. Вот же еще прикол-то в чем. То есть у меня еще деньги за палату не капают вообще. Но сейчас он обучится и будет прям мега супер медбратом. Мега супер медбратом. Так, нормалек. Так, лаборатории пикселизма нет. Выписать. Итого, что мы имеем? У нас младший медбрат апнулся сразу же. И он может учить уже второй уровень палаты. Жестко. Почти апнулся чувак в процедурной. Его мы тоже обучим. Аптекарь до сих пор такой себе. Так, по обязанностям. По обязанностям у нас все правильно. По врачам. По врачам. У меня общей практики врач готов к обучению уровня 2. И общей практикой 1 готов к обучению. Психиатр скоро будет готов к обучению. Так, ладно. Выписать. Денежки потихоньку капают. В конце месяца берем займы. Все-таки делаем новую локацию. Потому что, ну, надо расширяться. Надо переделать больничку, чтобы было все поудобнее, покрасивее. И вот это вот все. Возьмем 100 тысяч, я думаю, взаим. А у меня минус 40. Не, мы ничего не возьмем. Давай-ка цены повысим, пожалуй. Настало время повысить цены. Возможно, у нас слишком много санитаров. Что, кстати, по санитарам? Может быть, и имеет смысл поувольнять их? Да всего 3. 3 санитара для такой большой больнички. Это нормально. Это очень даже нормально. Процедурный повысился. Отлично. Младшие медработники. Теперь чуваку из процедурной надо впихать уход за больными. Ему и психиатру 2. Ему и психиатру 2. Так что ждем, когда психиатр 2 апнется. И отправляем сразу чувака из процедурной вместе с психиатром учить уход за больными. Минус 10 тысяч. Что-то мы никак, никак не вылезаем в плюс. Возможно, пора еще цены поднять. Надо как-то отбиться за этот месяц, иначе это слишком жестко. Немножко придется подзадрать цены, чтобы потом выжить. Так, интерна общая практика получает повышение. Хорошо. Психиатра 3 звезда появилась. Так, вот этого надо общей практике научить. И этого потом подождем, когда они оба будут одинаковые уровни. И ждем мы психиатра еще. Так, инспекция. Задача на что, выпуститель остался доволен. Хорошо. А что у меня так жестко все? Минус 50. Да ешкин кот. Да я уж цены задрал даже. И все равно, и все равно никак. Неужто плюс 30% делать? Но у меня сейчас люди откажутся платить. Давайте. Мне нужно отбить этот месяц, иначе это жесть какая-то. Это вот все пациенты куда сидят? В диагностику? Нифига себе. Ну ты посмотри, я не окупаюсь. И вообще не окупаюсь. У меня недостаточно денег. Пациент отказывается платить 10 тысяч за... Чуть уменьшим цены. 20 был максимум, видимо. Санитар получил повышение. Я не успеваю окупаться. Это жесть какая-то. Минус 60. Блин, ну не говорите, что я опять запорол уровень. Нам нужно что-то, что резко изменит ситуацию. Ждем конца месяца и делаем еще как минимум два кабинета общей практики. И новое место. И возможно я сделаю переломную, что ли. Или декоративизма. А, помрачение. Нужно клинику помрачения легкая. Легкий кабинет, где много денег дают. Так, интерна апнулся. Психиатр тоже апнулся. Теперь. Психиатр 2. И... И кто? Психиатр 2 и процедурная идут изучать перк уход за больными. Психиатр 2 и процедурная. Психиатр 2 и процедурная уход за больными. Уход за больными. Психиатр 2. Не понял, а где психиатр 2? А, это тот, кто может, я понял Так, психиатр 2 и процедурная А здесь Кто у нас пойдет их обучать? Общая практика 4 пойдет их обучать А, нет, вон, мегасканер пойдет их обучать Он вообще не нужен нам пока Отлично Ну, у меня жесткие проблемы, я бы сказал Прям жесткие проблемы, прям очень жесткие проблемы 40 тысяч это уже не смешно, конечно Не хочется стартовать все заново в третий раз Давай сейчас 30 число И нам придется взять займ А мне не хватит денег, лол 55 нужно, а мне не хватит Я возьму 100 тысяч и что? И у меня их сразу снимут Блин Ну что за жесть-то такая Минус 77 Все, я не вылезаю Я, походу, заруинил уровень Опять Как же жестко Ни одной смерти, кстати Как же жестко, ребят Что так жестко-то? Хок, минус 34 Где-то деньги появились у меня откуда-то Ну если мы сейчас отобьемся, то в принципе, в принципе Может быть Ну никак, мне нужно, чтобы у меня было 55 И при этом еще кабинеты переставить и два новых поставить Это 12 плюс 55 Это где-то 1070 мне нужно То есть мне нужно иметь на конец месяца максимум минус 20 тысяч На конец месяца, что в принципе вот сейчас получится Иначе я не смогу обустроить второй корпус Понимаешь? Понимаешь, понимаешь? Так, это 80 Это 90 Это 55 Это 55 Это 55 Делаем паузу Принять Покупаем В смысле делаем зай А! Займ недоступен! Нужна больница стоимостью 100 тысяч Блин Приплыли И что мне делать с этим фактом теперь? Я не могу займ взять, ребят Да как так-то? А как посмотреть нынешнюю стоимость больницы? Стоимость больницы 70 Сколько она стоит-то? 96 тысяч Мне не хватило 4 тысяч стоимости больницы, чтобы взять займ Прикиньте Я не могу взять займ на сто тысяч А сейчас могу Зашибись Капец просто А что раньше-то ты мне не дал его взять? Как это понимать-то? Еще месяц сидим А можно Не на 10 А на 5 Ладно, пусть будет 20 А затем Танцер Нравится Стоимость А Нравится 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 Блин Отплёкся Хотел пациента выписать У которого мало хп, чтобы он не помер И в итоге забыл займ сделать Ааа Ещё ждём Это жесть какая-то Давай чуть-чуть цены поднимем Ещё Ещё чуть-чуть Ещё чуть-чуть, ещё немножко 12 дней нужно её Выпало А куда я И что я должен сделать сейчас У меня сейчас снимется куча денег Надо было на старте Взять займ, блин Вот у меня сейчас снимет кучу денег И я не добавлю кабинетов Так, давай думать Давай думать, как мы это будем фиксить Потому что мне нужны кабинеты Крофизнесу нужны кабинеты Ну как-то давай их двигать Я не знаю Вот так допустим Вот так Вот так Прям если в аккурат вот так вот сделать Конечно Так, лавочку пока просто подвинем Я не знаю Куда-нибудь её сюда пока поставим Вот это нужно продать И поставить батарею Так, допустим Я впихну ещё один кабинет Нет, чё там Не подходящий А, лавочка Так, ещё один кабинет Но у меня сейчас 40 тысяч потеряется В итоге Блин Я не построил Ещё кабинет этого Кабинет Помрачения У меня тупо некогда Ну сейчас меня снимут Все 40 тысяч Неправильно я сделал Надо было пораньше Взять займ Так вот Теперь давай разбираться Что, куда, как, зачем И по Чему А тут, кстати, неудобно сделано Блин Тут ещё и неудобно Очень хрен с ним Что я предлагаю сделать Я предлагаю сейчас нам Избавиться от палаты В этом корпусе Это первое Второе Избавляемся от процедурной Третье Избавляемся от Общей диагностики И класса Опять, блин У меня тут одна клетка Остаётся Ну что за больница Неудобная Туда переносим Тебя Редактировать Редактировать Дальше Аптеку Переносим А, у меня тут ещё Сейчас холодно будет Держу вас в курсе Потому что у меня Здесь нету этого Ара Так, палату увеличим На одну койку Больше И сюда вот она Не впихнётся Эта койка Ощи неманами Жаль Манами Так Допустим Разобрались Частично Туда же Надо убрать Класс Потому что Он мне здесь Не нужен Он мне здесь Не нужен Он мне здесь Мешается Теперь Тебя Вот так Комната отдыха Должна Здесь Остаться Туалет Должен Здесь Остаться Но Не вот Прям тут А может быть Где-нибудь Сбоку Ну вот тут Например Да Или вот тут Сюда можно Получается Впихнуть Кабинет Да Сюда можно Впихнуть Два кабинета Значит Туалет Мы перенесли Лавочки Которые В итоге Мешались Мы обратно Ставим Обратно Ставим Обратно Ставим Лавочки Тути Так Делаем Вот так Кабинет Общая Практика Общая Практика Четыре кабинета Общей практики Идеально Кабинет Для отдыха В принципе Нормально Еще один кабинет Психиатрии Нам будет Нужен Вот сюда Впихивается Еще кабинет Общей практики В принципе Нормально Единственное Что плохо У нас нет Каких-то новых Кабинетов То есть Да Я сделал Больше Общей практики У меня Даже есть Кому Работать В общей практике Но У меня Нету Больше Кабинетов Этих Которые Лечат То есть Я не Прибавил Как бы Болезней Которые Я могу Вылечить И это Плохо Как по мне И лавочек Надо добавить Здесь Везде Раз Два Раз Два Три Три Четыре Раз Два Три Четыре Пять Поставили Ну как-то Вот так Че по времени Блин Почти два часа Но надо Надо заканчивать Я надеюсь Мы этот Кризис Переживем В следующей серии А эту серию Надо реально Ребятки Уже Как-то Сворачивать А то слишком долго Она будет Обрабатываться На ютубе Поэтому Ребяточки Ссылочка На тот лист С прохождением Этой игры Конечно же Будет в описании Под видео Ставьте ваши лайки Пишите свои комментарии Подписывайтесь на мой канал На группу К-сообщества Танисер Дискорд Оформляйте спонсорку Чекайте мой инстаграм Удачи в играх И не только И пока-пока